Итак, ребята, всем здравствуйте! Уже у нас вечер. Сегодня погода вообще такая, вообще так холодно, так замёрзли. Аня, чтобы вы понимали, вообще заболела. Сказала её не трогать, ну, потому что реально, то ли грипп, то ли простуда непонятная. Вообще отказывается есть. Я приготовила, говорю, Ань, покушай, пожалуйста, ну, хотя бы, чтобы силы набраться, потому что надо ходить на курсы, ещё отходить два дня. Не то, что отходить, но нужно ходить. Сейчас у нас начинается курс А1. Кстати, купили мы книги. Не знаю, может, сейчас покажу. Скорее всего, покажу. Аня, ты не сможешь подать мне книги? Я хочу ребятам показать. Книги больше, чем у нас были. Ой, подожди, это какой уже, А2? А я говорю, А1. Говорю, А1. Линия А1. Да, линия А1, да. А уже А2 у нас, извините. Такие две книжки, 53 евро, и я же заказала там. Ой, тяжёлые. Короче, книги большие, плотные. Побольше, чем в прошлый раз у нас были, чем А1. Очень плотные. Можно рюкзак. Много заданий письменных здесь также. Что-что? Да, конечно, иди. Аня вообще не настроение с того, что простыло. Я её понимаю, болеть, это, конечно, всегда грустно. Вот, две книги. Сколько они обошлись нам? Ещё раз, 53 евро. Также нам ещё учительница сказала купить тетради книжкам в комплект, но в комплекте их не было. Мы заказали, сказали, что их сегодня нет. Приходите либо в четверг, либо уже после выходных на той неделе. Ну, я надеюсь, что завтра, послезавтра нам на курсах они пока что не понадобятся. Я думаю, что мы пока что по книгам пройдёмся. В дальнейшем, я думаю, в следующей неделе уже купим. Ну, в субботу, я думаю, что будут открыты, да. И уже купим. Да, что ли стало, намного качественнее вообще бумага. Книга, да. Кстати, реальный разводняк, потому что у нас была прошлая книга А1. Ну, типа, блин, ты пишешь аккуратно карандашиком, стираешь аккуратно. А следы со мной остаются. Не стереть, ничего не сделать. И как бы не продать, не отдать никому там книжку, да. Ну, как бы тоже такой себе, княн себе валяется. Тем более, А1, ну, как бы нам уже не нужна. А2, Б1, да. Это такое, что можно оставить, то, что проходить. Такое самое важное. Это сейчас начнётся. Не знаю, как у нас пойдёт с А2. Ну, я надеюсь, что всё будет хорошо. Так что, Дим, подержите, держите за нас кулачки. Начнём мы уже с завтрашнего дня это всё. А пока что домашнее задание, оно нам даёт распечатку. И сейчас, мы, кстати, ещё не делали. Сейчас будем делать такое состояние тоже уставшее. Сегодня тоже немножко простыло. Аня больше. Вышли, погода показывала, что будет тепло, 20 градусов. А утром вообще был дубак. Я не знаю почему. Показывала одна погода. Потом пришли, на курсах посидели. Я одела, я не помню, что-то тонкий гольфик или что. Или футболку. А, футболку, господи. Одела я футболку. И просто кожанку сверху. Это вообще. Я так замёрзла. То ли тянула. Потому что у нас бывает, что часто открывают в классе окна. И, короче, чуть-чуть подзаболели мы. Ну, это такое. Я буду лечиться. Аню буду лечить. Сейчас чаёк. Мёда нет. Лимон. Как-то справимся. Что хотели рассказать. У неё, короче, такой день впечатляющий. Был в конце дня. Уже когда возвращались домой. Встретили у нас на районе. Можно так сказать. Я всегда говорю. У нас на районе. Кто поймёт, тот поймёт. Встретили нашу знакомую. Знакомую Наташу. Наташу не та, которая была на дне рождения. А совсем другая. Наташа, которая с нами жила на социальном жилье. Мы её так часто встречаем. Мы, кстати, так её часто встречаем. Прям вот я не знаю, с чем это связано. Но очень интересно. И не только её встретили ещё у кого-то. Но то потом я вам расскажу немножко дальше. Короче. Встретили мы её. Она такая грустная. Типа этот. Я говорю. Наташа, шо ты там? Как дела? Она говорит. А, всё плохо. У меня сейчас экзамен. Скоро Б1. Я ничего не знаю. Говорит. Джоб-центр постоянно меня вызывает. Спрашивает. Как у вас дела там с языком и так далее. Она говорит. Я говорю напрямую. Я ничего не понимаю, шо. Ну, типа, шо скрывать то, что есть. Человек уже в возрасте. Тяжело даётся тоже, как бы. И она говорит. Я ж до этого планировала уезжать в Украину навсегда. Она когда-то нам рассказывала до этого. И мы ж думали, шо. Говорю, Наташа, ну шо, ты бросаешь всё и уезжаешь? А сегодня мы её встретили. У неё уже другая история. Она говорит. Буду уезжать в Украину на месяц, на два, а потом обратно. Мы такие, в смысле, почему, что случилось? У меня каждый раз разное. Да, каждый день у тебя разное. Она говорит. Пока что из-за такой ситуации большой, говорит, не могу себе найти место. Я не понимаю, что делать. И буду пытаться всё-таки, говорит, хоть я там поплачу, выскажу, что не понимаю. Не знаю, как с языком пойдёт, говорит. Но, может, буду возвращаться обратно в Германию после того, как она в Украину съездит. Я говорю, буду пытаться находить себе работу там на мини-джоп или что, не знаю. Я говорю, ну, удачи тебе. Также рассказала она, что перед тем, как уезжать в Украину, она предупредила хозяина, что не будет жить на квартире той, которую она снимала, которую оплачивала в жоп-центре. И предупредила там за три месяца, да, она уже ещё раньше. Значит, тогда, помню, рассказывала. И как бы это, да, хозяин сказал, всё окей, типа, и вот. Прошло уже это время, она же вот это крутит, вертит. И тут она говорит хозяину вот в этом месяце, говорит, я как бы не хочу съезжать, я передумала. Типа, можно, типа, мы не будем никуда спешить. Договор всё оставим на месте, всё окей, жоп-центр будет дальше оплатить. А он отказался, да, что он сказал, не помнишь? Ну, она говорила, хозяин. Хозяин или кто, джоп-центр, господи, это не хозяин, а джоп-центр отказался, да? А что джоп-центр сказал, я просто уже забыла. Ну, в смысле, что? Что они не хотят, да, типа? Ну, что уже они поставили в известность хозяина и как бы всё. А, ну да, в известность хозяина уже поставили, типа, и смысл, смысл тоже джоп-центру вот это такое делать, то, типа, ты живи, то не живи, типа, я плачу денег, как бы, это ж не какой-то тебе знакомый человек, который там может оплачивать, не оплачивать, что хочу, то делаю. Ну, конечно же, джоп-центр разозлился немножко и отказал ей, потому что она чудит, непонятная. И после того она говорит, как я узнала, что джоп-центр отказался в том, чтобы я жила на квартире той, что жила раньше. Она говорит, я не знаю, что я буду делать, но у меня есть одна идея. Мы говорим, какая она говорит, буду жить в фургончиках. Мы такие, что, серьёзно? Она говорит, ну да, джоп-центр вот отказался, типа, мне некуда деваться, типа, я всё так думаю, думаю, то передумала, может, надо было Украину, теперь сюда, обратно, но пока что я вижу здесь себя, буду пытаться работать. Она говорит, у меня есть знакомые, буду временно искать себе какие-то фургончики. Говорит, может, как-то складится, может, пойду на работу, может, работа что-то. Ну, короче, фантазёр ещё тот. Я, конечно, нет, пускай у неё всё там сложится, но тяжело, тяжело. Зачем такое чудить, чтобы с квартирой оказаться в фургончиках? Я не знаю, честно. Для меня это сложно, у неё не перевариваться в голове, тем более потом, если она захочет обратно на квартиру. Не факт, что джоп-центр ей скажет, да, конечно, что поможет и будет дальше плачивать, потому что она отказалась и всё-таки осталась в Германии. Что ещё она рассказывала? Что же дела вот это с немецким? Ну, как-то так. Немножко непонятно. Я её не понимаю. Я её в последнее время не воспринимаю, там, не то что как человека, а просто адекватного человека, который, знаете, знает своё место. Типа вот сейчас такая ситуация, такая обстановка, типа я нахожусь либо на месте, нахожусь в той или иной квартире, не хочу учить язык, пожалуйста, не учи, просто ходи, ходи на курсы. Вот такое вытворять. Ага, бросила квартиру, позвоню хозяину, позвоню в джоп-центр, пойду в джоп-центр и попрошу, чтобы обратно вернуться. Ну, извините, мы тоже не в своей стране, и как бы законы есть законными, и никто с тобой там не будет сусюкаться, можно так сказать, да? Я думаю, вы согласитесь со мной. Да, кстати, также сказала, что сразу же мебель выставила, сразу там у неё все покупают, говорит, там немножко осталось там то ли диван, то ли кресло, я уже не помню. Короче, всё распродала, говорит, что, ну, такое себя говорит, ну, как-то буду, немножко нам непонятно, да, нам не понять её, шут чудит, не ясно. Так, короче, что я хотела второе вам рассказать, самое интересное, кого же мы встретили рядом с ней? Это её знакомая, которой мы рассказывали в нашем видео, я думаю, многие смотрели видео про беженку, которой отобрали ребёнка. И вот мы его встретили, я не знаю, вот такая случайность, типа, встретили их, и, конечно, я не хотела снимать. Думаю, ладно, незнакомый человек, мы так редко общались, ещё тогда, когда в лагере или где мы там жили. И меня что удивило, мальчик вырос, такой высокий стал, ну, не то что, немножко подрос, ну, худой, капец какой худой. Спросили мы у неё, как дела обстоят, она говорит, не знаю, то ли не хотела рассказывать, ну, видимо, может, за то, что мало общаемся, боится, что сплетни пойдут. Знаете, как бывает, люди не доверяют друг другу, ладно, да, ещё про ютуб не знают. И, как бы, да, она рассказала, всё в порядке уже, всё, всё, всё там, всё сделали, адвокат наш, умничка, до сих пор про этого адвоката расскажут. У неё классный там адвокат, который помог, постоянно говорила про своего ребёнка, что, типа, вот, он несчастный был, там, дети с ним не разговаривали, не разговаривали, потому что не понимали, еду не выдавали. И, когда ребёнка забрали, я вам рассказывала в видео, что ребёнку не выдавали еду из-за того, что он отказывался. Ермане принято так, если ребёнок отказывается от еды, у него отбирают твою еду, и всё, и там ждёшь уже определённое время, например, с обеда до ужина. Отказался, всё, отобрали, жди ужин, как бы так. Ребёнок мучился, я её понимаю, в принципе, я её понимаю. Она запустила этот процесс, запустила этот процесс, но, что я могу сказать от себя, сегодня я заметила, да, более адекватная, не пьющая, ну, видно так по лице, по запаху, знаете, можно распознать человека, который пьёт, который нет. Но, минус курит, конечно, меня раздражает, конечно, да, там, ладно, мы курим, да, но она постоянно вот эту сигаретку достаёт, при ребёнке курит, подержи сумку, там, это такое, что попало, честно говоря. Я насмотрелась, думаю, не знаю, как там сигареты, надеюсь, алкоголь отсутствует. Короче, она рада очень, что сына забрала, что всё так сложилось, она говорит, вообще, типа, я не знаю, что бы я делала, если бы не мой адвокат, говорит, наверное, я тут рвала бы, метала бы, не смогла бы добиться, я не знаю, без немецкого языка и так далее. Это было очень тяжело и трудно. Но она рада, и мы рады, конечно, за неё всё-таки, что она всё равно добилась этого момента и забрала своего ребёнка. Тем более в Германии по законам, как я знаю, очень трудно, и не всегда там можно добиться справедливости, не всегда. Ой, тут же такие дела, ребята, не знаю, что ещё вам рассказать. Я же говорю, заболели немного, Аня вообще заболела. Ну, не прям, ну, не прям, ну, пытаются сейчас сделать немецкий язык, мы его не делали, много, ну, как много, там два задания, но одно письменное задание, тяжёлое, мы не знаем, как справимся с ним, но сейчас будем делать. А я вообще устала, я не знаю, почему, хочу спать, эта неделя какая-то вообще неясная. Все такие агрессивные, я бы рассказала, но это в следующем видео тоже. Все люди вокруг такие агрессивные, нервные, я не знаю, почему, сейчас, может, какой-то такой месяц тяжёлый, или как там, луна действует, или что, я не знаю. Так, в принципе, всё нормально, я думаю, что мы не будем болеть, выстроим скоро, и снова с вами увидимся. Так что, ребята, всем спасибо за просмотр, кто посмотрел, пожалуйста, я вас прошу, поставьте лайк на видео, напишите комментарий. Всегда прошу, чтобы вы задавали вопросы нам, подписывались, кто ещё не подписался. Так что так, ребятки, я уже не могу говорить, надо идти делать чай с лимоном, так что до скорых встреч, люблю, целую, всем пока. А Тане большой-большой привет, всем пока. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok